Всем привет! Это воскресенье, это ТНТ, это шоу Воли. Мы за кулисами готовимся к началу шоу. Пашу гримирует. В данный момент сидит красавчик. Самец. Просто молодец. Буквально несколько секунд и мы начнем. И будет круто, весело и зажигательно, как всегда. Я готов уже, Илюха. Все, готов уже. Все. Ребята, всем хорошего эфира. Прекрасного вечера. Илюха, давай, ты первый. Все, погнали. Погнали, давай, 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 давай. Привет, мои хорошие. В сегодняшнем выпуске шоу Воли ведущая новой фабрики звезд Регина Тодоренко расскажет, что ее связывает с Тимуром Родригесом. Блин, я не знаю, можно ли такое на телевидении вообще говорить. Певица Люся Щеботина объяснит, почему она поставила на заставку Анастасию Влочкову. Я очень мечтаю сесть на шпагат. А участницы проекта «Женский стендап» поделятся утонченным женским юмором. Если вас зовут Карина, значит, жопа как корзина. Прямо сейчас выпуск шоу Воли, из-за которого... Некоторые даже получают оргазм. Сегодня 25 февраля. Это шоу Воли. Здравствуйте. Вот это да! Илюша, ну иди сюда, ну иди ко мне. Ребята, у нас в команде праздник. Сегодня, 25 февраля, день рождения Ильи Соболева! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, неожиданно. Поздравляем! 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 Спасибо. Спасибо, искренне. Спасибо вам большое. Это вот все, все мои, все мои. Столько много, столько много криков. Илюша, я долго думал, что тебе подарить. Что подарить? Я решил тебе подарить... Вы при этом подарили все, что угодно, я знаю. Да, но я решил подарить самое дорогое, что есть. Эфирное время ТНТ. На ТНТ? Да, я выкупил у ТНТ 30 секунд времени. Ты серьезно? А это, между прочим, 5 миллионов рублей. Это 30 секунд времени, когда ты можешь делать все, что угодно. Вот так. Да. Подожди, а можно деньгами? Просто... Нет, да... Мне, честно сказать, деньгами нельзя. 30 секунд. Давайте деньгами. Нет, я тебе объясню, почему нельзя. Дело в том, что я уже заплатил деньги, и мне не вернут обратно. Поэтому 30 секунд... А сколько они вернут? Давай вот эти. Нисколько не вернут. Сказали, все 30 секунд твои, да. Поэтому я дарю тебе 30 секунд эфирного времени. Деньгами точно нельзя? Нет. Мы не продаем, мне не нужно время на ТНТ. Уже все, уже... 5 миллионов хорошие деньги. Да, ты... Илюш, подарок не дарится обратно. Так, так. 30 секунд времени, Илья Соболева, пошли. Давай. В какую камеру идут прямо сейчас самые дорогие мои бессмысленно прожитые секунды? Три секунды, а у меня есть, Паш? Да, уже 20. Сейчас. У тебя таймер, да? Да. То есть я прямо сейчас уже полтора миллиона твоих денег прожег. Да. Хорошо. Итак, я скажу то, что нельзя и никто никогда не говорил по телевидению. Это всегда вырезалось. Это всегда... Все, время вышло. Спасибо. Это были самые дорогие, несказанные слова. Это самое бесполезное время канала за всю историю канала. Илья Соболев, ты сделал это. С днем рождения. Спасибо большое. Вот так вот и встречаются 41-летия. Ты просто сделал это. Спасибо. С днем рождения. С днем рождения. Но я... Я надеюсь... Сейчас бы умер. Я надеюсь, вы поняли, да? Было бы прикольно, если бы он умер сейчас в день рождения. Было бы хорошо. Это шоу воли. Давайте начинаем. Встречайте резиденты проекта «Женский стендап» Ирина Мехкова, Мария Маркова, Карина Михайноджан, Маргарита Родина и Белла Малу. Ой, ой. Это же Битлз. Юмористический Битлз. Привет. Какие смешные, какие разные, какие красивые. Вот он. Ну, это мы все. Здравствуйте. Белла Малу. Здрасте. Привет. Все, все. Обнимание. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Привет, привет, привет. Всем здравствуйте. Прошу, присаживайтесь. Ну, как так? Как леди садимся. Леди. Обалденно. Девчата, новый сезон стендапа. Во-первых, мы поздравляем, и мы все будем смотреть. Будем смотреть. Новые шутки, новая одежда. Новая одежда. Ну, а новые какие-то героини будут? Будут. Парочка свежих. Парочка свежих женщин. А мы уже что, не свежие? Парочка свежих. На самом деле, это всегда проблема, когда спрашивают, а у вас будут новенькие? А как? И вот второе слово. Как сказать? Ну, не старенькие же, ну, кроме Риты. Ну, типа... А если будут новенькие? Неожиданно, Маргарита. А правильно же, новенькие появляются, когда... Ну, время же эфирное, оно не резиновое. То есть, значит, у кого-то будет меньше монологов. Правильно? Ну, кто-то, например, как я, с сольными концертами начинает выступать. Да, кстати, на твоем канале, на личном. Послушайте, вот у меня... Можно я выражу мнение свое? Честно, к женскому юмору огромнейший стереотип был в нашей стране. Вы это все разрушили. Браво. Господи, прекрасный тот. Прям браво. Был стереотип, что это смешно. Спасибо вам. Все, сломали. О, Илья проснулся. Посмотри на него. Маргарита, у тебя трое детей. Трое детей, да. Ты жестковатый к себе в своих монологах. Да. Не обижаются? С такой улыбкой. Во-первых, я всегда у них спрашиваю разрешение, могу ли я рассказать ту или иную шучку. Это прямо у нас сто процентов. Кроме младшего. Они мне даже накидывают какие-то истории. Подкидывают темы? Да. Конечно, она их содержит. У тебя нет, Илюха, такого ощущения, что когда-то дети нам жестко предъявят за то, что мы шутим про них? Потому что вот Роберт у меня, он только, наверное, на луну не летал. Что только с ним не происходило. Пока еще я говорю, это все ради твоего рюкзака. Но потом, я думаю, как-то нам предъявят. У меня есть, что здесь ответить, потому что у меня даже шутка была такая, что мне позвонил мой сын, и он говорит, я сидел в баре, ко мне подошла девушка, я говорю, у меня мать в женском стендапе, и они поехали к нему. Ты вот так садовала? Да, вот так садовала. Да, вот так садовала. Я не так садовала. Я не так садовала. Я настоящая мать, она уверена, что так происходит, да? Карина, ты стебешься над кавказцами, тебе не прилетало когда-нибудь? Слушай, ну я над конкретными, типа, отец, мать, поэтому они, типа, нормально к этому относятся. Но бывает, когда... Нет, нет, ты иногда не только отца и мать, отца. Да, бывает, вот у меня там была шутка, что армяне ко всем подкатывают, и мне написал какой-то армянин, типа... Приезжай ко мне. Не, он такой, вообще-то не ко всем, меня задело, что-то, что-то, я такая, ну это же не обидно, ну что в этом. Это приятно, когда подкатывают. Конечно. Так, сейчас будет короткая реклама, после этого женский стендап, девочки останутся в этой студии. Про личную жизнь поговорим? С кайфом. Давайте. Вы юмористки, популярные, с дурацкими подкатами, с шуточками парни подъезжают? Как? Это же, я думаю, не просто... Я рассказываю. Давай, давай, это же, я думаю, не просто стереотип, это типа... Недавно... К ней надо с шуткой. Написал мужчина, говорит, я знаю, что ты на приколе, поэтому лови. И там дальше, если вас зовут Карина, значит, жопа как корзина. Нет, Карина, ты выходишь в карьеру. Я не знаю, как он рассказал. Боже мой, найти родственную душу. Нет, я... Элюха, дошла твоя смс. Сейчас встречаемся, все хорошо. Не, ну бывает, правда, почему-то они такие, ну надо с приколом. Либо вот был стоматолог тоже, значит, подкатывал стоматолог, и он говорит, давай удалим тебе восьмерки, и он говорит, надо найти время, пока ты не выступаешь. Че это подкат такой? Нет, это пока нет. Познакомился с хирургами, давай вырежем тебе аппендицию, знаешь. Красавица. Мы с такими вот с дальнобойщиком в Челябу не сгоняешь со мной, красавица. Нет, в Челябе, да. Короче, он подкатывал, а потом предложил удалить восьмерки, он говорит, нужно найти время, пока ты не выступаешь, потому что пухнут чоки, хотя никто не заметит. И вот это... Карин, ты неправильно понимаешь слово подкаты. Нет, я имею в виду, что он подкатывал, а потом вот кинул этот прикол. Но мы его не любим. Не посорвался, да? Но восьмерки он удалил. Да, сорвался, это хорошо. Восьмерки удалены. Спасибо, спасибо. Дорогие, это неправда. Вот вы думаете, я вот вижу через майки восьмерки на месте. Да. Блин, Соболев, твою мать. Мы не можем закрыть эту дверь вообще. Оттуда дует постоянно. Это бесплатно. Но нельзя быть настолько стабильным. Нет, это хорошо. Вот к разговору про то, что вот смотрите, странно. У нас есть успешные комикессы, да? И не говорим. Комики. Ты одинока, Джабраилова разбежалась. Кариночка. Одинока. Одинока. Белла, тоже. Одинока. Почему? А Риту, Машу мы не будем спрашивать? А? А Риту, Машу. Можно дальше продолжить унижение? Я свободна, я не одинока. Маша свободна. Ты понял? Там есть шанс. Там есть шанс. Смотрите, потому что вы тяжелые люди. Ну, я да. Я жал. Я жал от этого угла. Это точно не внешность. Я рядом. Это Карино-властность красивая. Потому что мы умеем шутить. А правда, а если разбираться, в смысле, ну, это же прям тр-р-р-р-р, срез проблемы. В чем дело? Я гуглила. Давай. Почему у нас нет парни? Я начала гуглить, почему мужчины боятся... Мы сильные женщины. Давайте, да, не будем тут... Мы да, да. Не будем. Почему мужчины боятся... И дальше было... Я даже не успела дописать. Там было сильных женщин, своих жен, красивых женщин. У вас, ну, прям проблемы с женщиной. У мужиков проблемы, на самом деле. Это почему мужчины боятся? Вы все зарабатываете. У вас есть распланированные путешествия, деньги на все. У вас есть своя работа, у вас есть свое мнение. Так и супер. И как бедному мужчине это вытерпеть? Там вот такая вот статья была. Так какой кайф, прилепиться к такой радости. Я говорю, у меня все есть. Просто приди, блин. Девочки, у меня как раз в продолжении темы есть шикарное предложение. Так, вынесут парней. Вынесите, пожалуйста, реквизит. Вынесите реквизит. Я думаю, что мужчины сейчас выйдут сюда, да. Ставьте вот здесь. Так. Итак, смотрите. Здесь 10 парней-комиков. А надо выбрать топ-5 секси. Пятерых отсюда надо выкинуть. А потом распределить топ-5 самых сексуальных парней. Вот смотрите. Именно секси, да, мы говорим? Нурлан Сабуров. Передавайте, да. Ой. Женщина. Мы сразу отложим. Ножи меня вот. Женщина. Что я видел в последний раз? Ребята, последний раз видели под... Да, звоните, пишите. Шербакова, вы всех знаете, вы всех да. Блин, но мы, к сожалению, их знаем, любим, Сеня. Блин, ну это, конечно, надо вырогать. Он тут симпатично получился. Вот мой любимый Косицын. Косицын. Ну мы откладываем сразу. Да, да. Тут есть я и Соболев еще. На всякий мы. Ну давай, нет. Ну Павел, мы знаем победителя. Вот так. Не обязательно, по-честному. Ну почему я с Гураном опять? Давайте отметим пятерых сразу. Сразу не сексуальных, для вас. Ну, я извиняюсь, наверное, да. Да. Наверное, все-таки. Роман, извини. Ромыч, блин. Мы сделали все, что могли пока. Он же, он классный, он же классный. Но все пока. Он занят. А подождите, извините, давайте перед тем, как вы можете нам объяснять, почему они не сексуальны. Кстати, давайте. Не просто бросать. Они оба женаты. Нет, подожди. Это не учитывается. Это не учитывается. А почему? Жизнь не это учитывается. А жизнь другая история. А парни же так вот это не считаются. Что не так с коситься нам? Вот я скажу, есть big, dick energy. Естественно, ты скажешь. Это такой привлекательного мужчины. Вот он, не важно, как он выглядит, у него есть эта энергетика. Вот тут я ее не считываю. Господи, это бить в эти красоты. Я не чувствую большого члена. Нет, он классный. Сексуальная энергетика. Как теперь после этого жить коситься нам вообще? Это ужасно. Блин, это нормально. Давайте это все вырежем прямо сейчас. Нет, 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 нет. Оставляем. Small dick energy. Я так не сказала. Я так не говорила. Мы доверяем Белле. Она в этом деле разбирается. Это точно. Дальше. Дедищем. Что не так с ней? Ну, Паша хороший. Ну, знаешь, с хорошим, ну, как-то, ну. Как друг. Да. Как батя на кухне. Вот такой вот. Такой? Который чуть подпелось. Смотри приемы. Да, да, да. Ваша приярная. Что он идешь тут делать? Вот он такой. Вы имеете в виду, у него энергия сексуальная такая отцовская? Там... Такая братская. Да ты так имеешь в виду, Илья? Нет, я такая, ну, такая, ну, такая, как будто... Как-то я братская, вот, угура. А, угура. Как будто дядька в гости зашел. Иди еще, что это? Бразерс Дик Энерджи, да? Ну, Бразерс Энерджи просто. А, окей, просто Бразерс Энерджи. Это брат. Окей. Брат Павел. Лёша, он похож на священник. Следующий президент. Смотрите, Павел Воля, он, говорят, очень секси, я слышала. Вот так, ну, ты посмотришь. Я вижу это своими словами. Я... Я клянусь, я когда была в убойке, я думала, когда-нибудь я выйду за него замуж. И травму его. Вау. Карина, ты аккуратненько. Я, может, в любой момент из-за угла такой шпагат ждать. Энерджи какая у Паши? Ваши Энерджи, типа, Шуга Дэйди, что ли? Взрослый, он взрослый. Ура! Вот, как... Шуга Дэйди. Оставляем. У меня появился любимый комик. Да. Шуга Дэйди. Это такой, типа, дед с сахарным диабетом. Может, Гурама на черный день отложим тоже. Вы меня отложили? Нет, это мы оставили. Мы вас оставляем. Я в обойме. Ребята, давайте про Сережу Орлова, честно скажем. Сережа Орлов. Он приятный, хороший. Он приятный, но с ним не хочется спать. Рит, это твои проблемы. Нет, мы говорим сейчас про Ганн и Бэнк, как бы мы. Кто-то, никто не выходит из списка, все работаем вместе. Блин, ну Серега такой парень классный. Он пьют. Да. Он так жену любит. Ну вы что? Ну какая сексальная энергия у него? Ты тоже здесь. Какое мнение у тебя по Сереге Орлов? Потрясающий, Серега Орлов. Сексуальный ли он? Вполне. Входит ли он в тот день? Вполне сексуальный. Вполне входит. По общему мнению Орлов проходит дальше. Андрей Бибурюшвили, ребят. Но он уже отец. Ну и что? Так они все там отец. Они все женаты. Давайте просто да, нет. Нет, бибурда. Слушайте, это какое-то новое выражение появилось. Бибурда. Бибурда, да. Это все как это бибурда. Я считаю, что мы по схеме, типа, если кто-то один говорит, да, мы оставляем. Так мы так всех оставим? Нет, мы так всех не оставим. Мы у нас уже двое улетели. У нас уже лежат. Улетели. У кого-то есть настрой какой-то, вайп Гураму? Нет, нет. Гурам, ты самый классный друг, бусинка наша. Вот так, как будто реально что-то случилось. Вернись. Гурам, мы не готовы, любили. Вернись, пожалуйста. Сейчас мы там в Дубае возвращались. Окей, хорошо, Гурам улетел. Так, у меня фотка Соболева. Опа. Нет, ну это вау. Это вау. Хорошо, давайте у нас на голосование выходят. А что мы к казахам как-то не так отлучились? Нет, мы Нурлана точно берем, мы же Женю отмели. Все, я уже поняла. А, Женя Миллус точно берем, да? Жень классный. Женю отмели. Ну, да. Так, давайте на выбор здесь осталось. Давайте тоже, они бы нас выкинули в первую секунду. Кого-то удалить. У нас голосование идет. Кто за то, чтобы оставить Илью руки поднимаем? Я за Илью. Три, четыре. А кто оставит Лешу? А Лешу оставить? Это по блату, нет? Так, так уже не получится. А Рита такая, типа, да можно Абонюшу оставить. Все, Леш, извини, ты классный очень сильно. Окей, поехали. Пятое место, надо выбрать. Пятое место, кто? Ну, Орлов. Мы пытаемся формулировки что-то, ну, Орлов. Нет, ну, он сексуальный же. Битва просто идет. Просто битва. Ну, по вайбу, да? Это очень сложно. Ну, я поддерживаю. Ну, по вайбу у меня Орлов. Мы поздравляем Сергея, что он попал в пятое место. Дорогой Сергей, мы вас поздравляем. Вы пятое место. Ну, это жестко. Дальше. Это жестко было нам. Шестое. Мне кажется, Бебур на четвертом. Бебур, да. Он как будто бы, хоть и с бокалом, но... Четвертое место. Четвертое место. Андрей, мы решили. Далее, далее, далее. Вау. Вот тут уже сложно будет. Ильюш, тройка лидеров. Давайте здесь уже голосование по количеству отданных голосов. Решим, так как это уже, можно сказать, полуфинал. Давайте. Так, и... Давайте начнем. Кто за то, чтобы на третье место Илью? Не, мне кажется, надо... Давайте будем так держать. Надо за первое. Давайте за первое будет борьба, а тут мы выберем. Правильно говорят. Давайте за первое будет борьба. Боленька, будто мы пришли щенков выбирать. Ну, возьмите. У этого этот хромой, но он редкий вид. Девочки, я сделаю это. Третье место. Павел. Да. Простите нас, пожалуйста. Ничего страшного. Я... Я счастлив. Но бронза, это тоже здорово. Я счастлив, что я не в этой стопке. Я тоже немножко нурлан. А, Рахмед. Всем большое, Рахмед. Всем, Рахмед. Моя жена такая тупая. Бой-бой. Но вот тут уже надо голосовать. Да, тут мы голосуем. Здесь надо голосовать. Кто считает, что победить должен Илья Соболев? Илья Соболев. Ну, я тоже. Раз, два. Ну, и победитель. Ну, я за нурлана. Я тоже за нурлана. Извини, Илья. Нурлана, ничего, это все побольше. Я и там знаю. Спасибо. Девочки, я вам благодарю. Вы вообще благодарны. Лично для меня, я знаете, за что вам благодарен? Даже не за то, что на первом месте нурлан, а за то, что на втором Соболев. Уносите. Уносите это, пожалуйста. Браво за сексуальность. Чтобы вы понимали. Которые девчонки разбираются. Но чтобы вы понимали, как замкнулся круг, Роман косится. Так, уноси. Забирай. Девочки, у вас женский стендап, но мы тут подумали и придумали мужской стендап с резидентами с вами. Нейросеть. Шикарная штука. Взяла и сделала из вас комиков-мужчин. Ого, и вы нам покажете? Конечно. Давайте, поехали. Интересно. Итак, первый. Опа. Это красиво. Это я? Да. Блин, а мне... А я такая. Это хорошо. А я хорошенький. Это Стас Михайлов после всех операций. Честное слово. Давайте дальше. Это мой смех. О, что ж шука-пепель. Карин, Карин, это ты, Карин. Каринка, да. Блин, Белл, ну я бы вот это... Это вы у СМИ. Это вы у СМИ. Я позаботила. Это вас. А какая у этого комика энергия? Биг Диг Энерджи, абсолютно. Нет, это реально Биг Диг Энерджи. Это просто. Да, это вот студент из Уганды, который просто портит русских девчонок. Давайте дальше. Опа. О, очень интересная. Маш. Рита, Рита сделала вот так. Маша. Машуль. Блин, это, знаете, это как Джонни Дэпп какой-то. Да, это какой-то секс-актер. Маша, про что шутит он? Он про наркотики, я внушу. Сто процентов. Сто процентов. Маш, на самом деле, ты бы могла сниматься в Ведьмаке? Да. Я и сказала. Да, если бы ты была мужчина, да? Дальше. О, это же Женя Синяков. Да. Реально. Рита. Ты женский Женя Синяков. Да, все. Внимание. Бабам. О, это хорошо. Ну, это как хорошо поет прям. Ты мне не давали какой-то. Я бы вообще. Это группа премьер-министр. 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 Это корни. Нет, а вот группа корней вот эта. Это же. Да, да, да. А это не премьер-министр. Нет, это корни. Это же. Это же. Это же стендап-фестиваль. Любой. Иракли Пирсхалава после шестнадцати хинкалек. А мне кажется, это брат там би. Да, да. Да, симпатичный. Так, это был мужской стендап. Заканчиваем с этим. Возвращаемся сюда к вам, девочки. Какой ужас. Какой кошмар. Ну, честно, я как мужик самый некрасивый. А я? Нет, ты еще что-то в этом. Вы потрясающе. А вот эти волосики беленькие, вот эти, вот эти, вот эти. Немного наплевали нужно. Как бы с Ритой не удались. А Маша сидит просто и наслаждается. Да, Маша действительно сэкси. Маша, а ты же актриса, да, получается, профессиональная? Да, да. Как тебе вот этот вот поменять жанр? Или ты до сих пор снимаешься в кино где-то? Пока нет. Пока не снимаешься? Ну, снималась, да, раньше? Бывала. Бывала. И что тебе больше нравится? Стендап или актерство? Чувствуешь разницу? Разница колоссальная. Многие артисты думают, что это легко. А это вообще другая профессия. А тебе другие твои артисты, которые с тобой раньше учились, они тебе что-то говорят? Ты что-то занимаешься какой-то ерундой. Сначала говорили, да, потому что комедия считается низким жанром. Среди актеров. А почему комедия считается низким жанром? Ну, это просто действительно низкий жанр. Трагедия — это высокий жанр, а комедия — это низкий жанр. Так было изначально. Может, мы тебя плохо знали. Поэтому сначала было такое, что чем ты занимаешься. А сейчас уже нет, сейчас все довольны. Я, конечно, не профессионал, но мне кажется, сыграть комедийную роль гораздо сложнее, чем сыграть роль трагическую. Разве нет? Ну, это же не от сложности. Чтобы она запомнилась, чтобы людей рассмешить и все такое. Мне кажется, ну, вот эта вот грань чувств гораздо сложнее вызывается, чем просто, типа, переживаем ему. Смотрите, он бедный серп, едет на велосипеде 40 минут в кадре. Ну, это от сложности не зависит. Может быть, сложнее, но и что? Да. Но только лично мое мнение. Актеры, не обижайтесь, не пишите петицию. Ну, к нам, кстати, часто же приходят актеры. Да, и нас любят очень приходить актеры на стендап просто. Причем вплоть до того, что можно меня не снимать, мы хотим просто кайфовать, посидеть. Меня один раз на улице узнал Петров. Я была в шоке. Да. Меня узнал Петро. Это что вообще? Серьезно? Да, он шел вот так в капюшоне, вот так завязанной. И он такой, Карина. Вот так я такая, господи, Саша. Карина, Саша. А что ты здесь делаешь, Карина? Я гуляю. Я гуляю. Давай гулять. Саша, а в жизни ты другой. Да, я едой. Я надурил страну. Придумал голос для актерства. Илья в своем жанре. Нет, это хорошо. Орать. Я все надеюсь, что в какой-то момент он встанет, вот будет кричать, кричать и выйдет с масс-фильма. Девочки, Ира главная, Ира начальник. Да. Ира строгий начальник? Нет. Нет, вы что? Как я вам сказала сказать? Покажите афишу. Ну, покажите афишу. Посмотреть крупно, покажите Иру, пожалуйста. Блин, это самая ужасная фотография в моей жизни, вы знаете? Но на самом деле, это вот так вот Ира с участницами стендапа женского выглядит. Вы здоровы, здоровы. А вот это фотография, где ты счастлива, допустим. Покажите вместе, а? Вот это вот с вами, девочки. Это вот с вами, девочки, а это вот с Толиком. Потому что он мое небо и звезды, а вы моя вселенная. Ты посмотри на нее. Как импровизирует. Мне очень хорошо. Это легендарный пес. Можно Толика назвать псом? Ну, это как кайф. Вообще, вот мне Игорь говорит, что это же не собака, это чувак. Это чувак. Ну, это тип реально. Чувака зовут Толик. Он на все съемки ходит с Ирой. Толика сегодня здесь. Да, он здесь. А если мы позовем Толика? Толя! Анатолий! 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 Анатолий, а там мужчину нанял. Он испугался. Толя из них, Толик. Ты мое счастье. Ты мое... И ты иди сюда. Ты иди сюда. Мы специально вызвали Анатолия Носителя, который... Ты малыш мой. Ты мое счастье. Ну, это вообще... Кажи дяденькам привет. Послушай, честно, раньше таким волосатым и популярным был только Галустян. Это уже есть такие собаки. Да, у меня полным-полно собак. У нас шесть собак. Уже шесть? Уже шесть. Все, кто смотрит эту программу. Все, подруги Лейсан, мы не принимаем животных в качестве подарков. А у меня знаешь, какая собака мечта? Я не буду говорить, нам же ее подарят. Какая-то седьмая, да? Да, что? Просим. Нет, не скажу. Ты пошел, мой хороший. Смотри, какой умный. Давай. Иди сюда. Иди на ручки. Иди. Вот так молодец. Иди к мужчине. Аплодисменты Толику от нас. Анатолий уходит по своим делам. У вас наверняка есть шутки, за которые вам было стыдно. И я бы хотел через небольшую игрушечку услышать от каждой из вас такие шутки. Смотрите, как все произойдет. Либо отвечайте на мой вопрос, либо говорите шутку, за которую вам стыдно. Ну, типа, на вопрос можно ответить. На вопрос можно ответить. Да. На вопрос можно ответить. Поехали? Да. Ир, давай начнем с тебя. Давайте. Если бы пришлось, кого бы ты уволила из сидящих на диване? Риту. Рыкинь вот так. Я же... Рита, ты, я тебя никогда не уволил. Ты старше меня. Должен быть кто-то старше меня в коллективе. Да нет. Девочки, кого бы ты уволила, если бы прям был... Сказали, оставить троих. Нет. Говори шутку. Я лезу искать шутки. А, она у тебя... Ну, я плохие не запоминаю. Ты посмотри. Вот ваши все помнят. Я нашла файл с монологами с убойной лиги. Давай, лежи. Когда Павел Воля покинул пост ведущего в убойной лиге. И пришел Леонид Школьник. Если кто-то есть такой же старый, как мы, то вы поймете. И там была, ну, плохая шутка. Я придумала. Давай. Это кто? Мне говорят, это новый ведущий Леонид Школьник. Я говорю, класс. А что, человека с образованием не было? Хорошая. Маша, вопрос к тебе. Назови три недостатка Ирины Мехковой. Поехали, Маша. Красивая. Давай по-честному. Иначе сейчас надо шутку будет говорить. А красота — это страшная сила. Вот ты посмотри. Окей. Хорошо. Ладно. Шутку. Ладно. Давай. Я бы хотела быть замуж за Юрия Лозу, но он колется. Это хорошо. Это круто, кстати. Тебе. Ох. У тебя трое детей. Расставь их в порядке. Кого ты любишь сильнее, а кого меньше. О, я знаю. Я тоже. Мы можем расставить. Там не сложно. Нет, 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 нет. Я их люблю всех одинаково. Да. Как старшего зовут Ритмила? Забыла недавно, как старшего зовут. Просто такая, говорю, слушай. Парень. Эй. Да, отвечай на вопрос. Поздний. Побольше всего остается. Разница, с которого все началось. Вот это вот давайте. Давай шутку. Дальше шутка была такая. У меня старший сын встречался с девушкой. В какой-то момент он говорит, мы не против детей. Я говорила, нет, я не хочу стать бабушкой. Но вы посмотрите на это лицо. Давайте так, пока на нем тени не фиолетовые, никаких внуков. И мне сказали, видишь, средний ритм. Вот. Я говорю, ну смешно же. Они такие. И я такая. Ну не прям стыдно тоже. Да, нормально. Ну редакторы были правы, конечно. Карин, вопрос к тебе. Назови самого худшего из известных армян. Что? Назови самого худшего из известных армян. Я рассказываю шутку. У меня было очень тяжелое детство. Пока у вас у всех был кубик Рубик, у меня был дядя Рубик. Там есть добивка, подождите. Честно говоря, очень несобранный человек. Очень забывай. Пожалуйста. А, по-моему, фантастично. Нормально. Белла, сколько стоит твое сольное выступление? Шутку расскажу. А почему? А почему это плохо нельзя говорить? Ну коммерческие тайны, секретики коммерческие. Ну сто рублей и сто рублей. Так, шутка, значит. Я рассказывала, что я хочу пойти учиться и получить права. И я уже представляю себя за рулем. Буду открывать окно и кричать. Я тебе эту гранату в жопу засуну. Это хорошая. Хорошая. Нет, я просто принесла ее авторам. И они такие, ты что себя так не любишь? Спасибо. Какие хорошие у нас авторы. Нет, смешно. Вот. Но я ее не проверяла. Блин, я вспомнила еще более стыдно. Давай. Да, но это мы еще в КВН играли. Там кто-то выходил и говорил, «Привет, мы тише!» Я говорила, «А мы громче!» Ой, это хорошее. Пожалуйста. Ты думала, я пушка играть? Нет, я все, я продавливаю. Карин, две тысячи, и я так начинаю следующую техничку. Девочки, этот разговор никогда не хотелось бы заканчивать, но время, время нашей программы органично. У меня тоже есть такие шутки. Хорошая. Это хорошее. Коллега, третье место. Это женский стендап. Девочки, спасибо вам. Цветы, цветы. Ой, цветы, цветы. Ой, цветы, цветы. Вот столько цветов. Ой, ой, прям. Все любили волшебники, как корейцы. О, господи, спасибо. Довердите их скорее. Спасибо. Довердите их скорее. Спасибо. А теперь поклон, поклон. Ой, прям, ой. Поклон, мой вот. Женский стендап. Девочки. Девчонки, спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Два. Два. Третьего марта выйдет новая фабрика звезд. Сегодня у нас в гостях ее ведущая Регина Тодоренко. Привет, привет, привет. Всем привет. Привет. Регина, привет. 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 Здравствуйте. Как я рада тебя видеть. Заимно. Я пришла на это шоу ради тебя. Правда? Да. Приходи сюда. Сейчас расскажешь, сейчас расскажешь, сейчас расскажешь. Сюда приходи. Любопытно, любопытно. Любопытно. Хотя... Оу, еее. Такой красивый вид был. Можно было и постоять. Спасибо. Регина, очаровательное платье. Спасибо тебе огромное. Какие крупные голуби в Москве. Но они замерзли. Ну нет, это буанты. Так, давай, погнали. Давай. Вы вовсю снимаете ремейк фабрики звезд, или это продолжение фабрики звезд, или это вообще какая-то другая фабрика звезд? Это новое видение фабрики звезд, да. Авторское прочтение фабрики звезд. Надо запомнить за прочтение. Послушай, так давно не было фабрики звезд. Ты соскучился? Я? Да. Я все это время плакал. А вы соскучились? Конечно, ты что? Скажите, очень хочется увидеть... Да, подожди. Конечно, я бы хотел снова увидеть Дубцову и Тимати худыми. Проект, который может породить еще одного Доминика Джокера. Это же легендарный проект. Да правда, я очень люблю его песни. Нет, все его песни крутые, это без иронии, действительно. Да, да. Потому что он же там и родился. Это, можно сказать, такая матка, которая нарожала нам столько много этих вот детенышей. И не только он родился в этой матке, и я тоже из нее. Ребят, остановите эту медицину, пожалуйста. Что будет в новой фабрике звезд? Слушай, вообще проект будет фантастический. Могу сказать, что там будут новые очень интересные участники. Новые крутейшие наставники. Отлично. А еще, может быть, это маленький спойлер. Ведь, как ты сказал уже, эта матка родила большое количество артистов. Да хватит называть это этим словом. И у этих артистов родились дети. А, то есть будут какие-то звездные детишки? Которые, возможно, станут участниками новой фабрики звезд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Подожди, а кто? А можно себе... Нет. Почему нет? Потому что у целеустремленных людей рождаются тоже целеустремленные дети, которые очень хотят попытать свое счастье. Это ведь действительно такая дорога. Да, кто-то из Армян, кто-то очень хочет. Хачат, да. А не правда. Для меня это очень крутой проект. Потому что у меня у самой был такой трамплин от участницы фабрики звезд до ведущей фабрики звезд. И для меня это важное событие в жизни. Так, у вас еще и наставники крутые. Ребята, наставники Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Ничего себе. Внимание. Ты бы сама кому пошла, если бы была участницей? Кому бы хотела? Я бы только к Владу Топалову пошла. Ой, ну это понятно. Это еще домой возвращаться надо. Сергей Жуков, Сергей Шнуров. Кому бы ты пошла? Сложно, слушай, сложно. Ну ладно, определяйся уже. Во-первых, если бы я... Ручки, ручки, ручки. Если бы мне было 18 лет, я бы пошла к любому, кто бы меня взял. Давай начнем с этого. Вот. Ну а скорее, ближе мне по темпераменту, наверное, Сергей Жуков. Жуков? Да. Почему? У них разные темпераменты. У них разные запахи из гримерки. Одно пахнет алкоголем, а от другой пахнет булочками. Вот. Я бы булочную. Я просто очень люблю с добу, поэтому да. Ты ведешь с Тимуром Родригесом. Да ладно. Ты с ним, кстати, много проектов ведешь, да? Руссы Экспресса, Маска, вы сидите там вместе, Орел и Решка. Скажи... Как я устала от этого лица. Да. Но тебе удобно... Он везде. Я вижу его чаще, чем мужа, ребята. Тебе удобно работать с Тимуром вообще? Он классный соведущий. Удобно так вот руку положил на голову. Он компактный, начнем с этого. Конечно, удобный. Я так же себе выбирался ведущий. Путешествовать удобно. Конечно. Я, если лечу в Санкт-Петербург, лечу я и ручная кладь. И чемодан. Вот, и я так тоже лечу. Прости, Тимур. Тимуром тебе удобно работать. Я очень рада, что я все-таки ведусь с Тимуром. Я пока что не вижу никого лучше себе в партнера, чем его на телевидении. Я скажу, что и ты классная ведущая, но у тебя есть, извини, одно слабое местечко. Так, давай, я что говорю, позвонишь, а не позвонишь? Ты вряд ли, ты вряд ли утешишь участника, который выбывает. Почему? Потому что твои комплименты это еще то. Вот недавно, друзья, внимание, покажите. Анна Седокова получила странный комплимент от Тодоренко. Тебе так идет целлюлит. Ты ей сказала, тебе так идет целлюлит. Послушай, не всякой женщине можешь такое сказать. Конечно. А в эру бодипозитива почему ей вот... Прости. Ты вообще мастер комплиментов. Нет, целлюлит это была песня, которую она исполнила в шоу «Конфетка». Окей, разобрались. Я думал, ты ей просто так накидалась. Нет, но эта песня ей невероятно подошла. А вся страна думает, вот это контуры у них. Нет, нет. Классные вы были комплименты. Она правда... Так хорошо, что ты тупая. Нет, она шикарна. Ты такая бездарная и бедная. Вот. Да не правда. Ты видел, какая она вышла в каком костюме? Я не про нее, я уже про других. А, окей. Я не видел, кстати, а в каком она костюме вышла? Обтягивающий напрочь. А, типа секси? Просто все в золоте. Она правда в шикарной форме, и это действительно комплимент для нее, я считаю. Да. Хорошо. Я ждал тебя по одной простой причине. Да. Влад Топалов снимался у нас в шоу «Выжить в Самарканде». Да. Он выиграл и почему-то решил уйти. Я не успел его спросить, спрашиваю тебя, почему? Он молодец. Я тоже так считаю. Он такой молодец. Ребята, она как Влад. Я задал вопрос, а она ушла. Она смотрела, слезам идет, бедняга. Ты молодец. Он молодец. Нет, он правда крутой. Скажи. Ему так идет целлюлит. Но на самом деле, на самом деле все было не так. В общем, мы с семьей отправили папу на работу. Сказали ребенку, старшему Мишке, что папа едет выживать в Самарканд. И папа едет выживать? Ну, говорит, да, конечно, выживать, проходить всякие испытания, соревнования, будет побеждать, а может быть и проигрывать. Вот, и Мишка такой, правда, папа, тебе там будет страшно. Он говорит, сыночка, буду бороться до конца. Ну, как настоящий отец. И каждое утро, пока не было Влада, я просыпалась со словами, мама, папа выжил. Я говорю, боже, сыночек, надеюсь, выжил. А я же не могу ему позвонить. Телефоны отобрали, все, мы не на связи. Я очень сильно волновалась, а волновался еще больше ребенок. Поэтому я вот сейчас с большим трепетом и осторожностью отношусь к проектам, в которых участвую. Потому что их посмотрит сын, а ему очень волнительно и страшно. Я вот написала книгу про Регину Путешественницу, читала ему. И там в какой-то из глав меня кусает змея. Ну, Регина Путешественница, маленькая, кусает змея. И он говорит, мамочка, подожди, не читай дальше. Я говорю, сыночек, боже, что случилось? Тебе страшно? Ты боишься змей? Что такое? Афифобия. Он такой, нет, я просто боюсь, цитирую, что ты потом вдруг умерла. Ой, сладкий, это так трогательно, правда? Скажите, я говорю, сыночек. Если бы это был мой сын, он бы сказал, папа, не читай дальше. Я боюсь, что змея умерла. Он обожает змей вообще, просто всех знает наизусть. Двое детей у вас. Между прочим, мать двоих детей. Друзья, шикарная форма, оцените. Спасибо. Ты рожала дома в воду, это правда? Ну, пап, это все тонкости. Не, ну мне просто интересно. Ну, это были домашние роды. Домашние роды. В таком медицинском, акушерском центре. Вот, слава богу. Все-таки ты куда-то выезжала. Это не на кухне, не на кухне, Паш. Не просто в борщ. Я могла бы и на кухне. Это факт. Вот, но Влад уговорил. Он и в акушерский центр, когда зашел, говорит, господи, а где здесь врачей? Говорит, дорогой, здесь нет врачей. Он такой, как? А как ты рожать собралась? Маткой. Ну, соответственно, все произошло, да. Мне очень хотело родить воду. Вода, она обезболивает очень сильно. Вода, она расслабляет. Я просто адепт гипнородов, понимаешь? Гипнороды? Это что такое? Ну, смотри, ты знаешь, что существует транс, верно? Я знаю, что существует транс. Такая. Ты гадай, ты гадай, ты гадай, ты гадай. Нет, нет. Я был в Таиланде, я знаю. Я их уже более того, я их видел. Подожди, нет. Вы когда-нибудь входили в транс? Впадали в транс? Ни разу, кстати. Но ты гипнабельный или нет? Я очень гипнабельный. Я по гороскопу гипн. Кто занимается медитацией, да, тот знает наверняка, что ты входишь в определенное состояние, в котором, ну, такой полудрем, легкое. И вот в этом состоянии можно очень легко родить. Без боли, без тяжести. Ты вот... Я думаю, что я не хожу на гипноз? Я не хочу родить. Ну, просто мы все знаем, что роды часто сопровождаются какой-то болью, напряжением, да, такой прям... Бывает чуть-чуть больно, да. Ну, бывает, да. Ну, больно же не везде, только там где-то в одном месте. А гипнороды, это вообще без таких ощущений. То есть можно вообще даже не заметить, как ты родил? Я такое, такое видео смотрела. Нет. Женщина, подожди, женщина просто стояла. И рожала? Она в роддоме, она такая стояла. В гипнозе? Да. Ага. И такая, принимайте. И, Паш, представляешь, представляешь, я... Ты не понимаешь. Слушай, я тебе... Нет, я просто как женщина, которая не любит боль, а хочет, чтобы все было... Подожди, типа она стояла, сказала, принимайте, и ребенок на полу остался. Что? Как это было? Ну, вот она его практически сама и поймала. Я хотела, чтобы у меня прошло все... Хоп. Да. Подбросила, да. Отвески. Блин, я так хочу показать тебе это видео. Я правда хочу вам показать это видео. Ну, блин, я не знаю, можно ли такое на телевидении вообще говорить, но пускай все знают. Пусть, все, все. Жизнь разделится на две части. До этого момента и после. Что если никаких нет медицинских показаний, то все может пройти, как секс. Да. Только в обратную сторону. Некоторые даже получают оргазм. Хотя бы есть какие-то неприятные ощущения? Есть ли это даже приятно рожать, получается? Ну, приятно рожать. Поэтому люди идут за вторым, третьим. Посмотри на Жукова, они вам за пятым пошли. Не, ну... Ладно, там просто человек борется за бесплатную парковку. Я думаю, что он все пытается клавишника себе родить, чтобы выступать как садим. Поэтому он идет за пятым, за шестым. У него очень талантливые дети получаются. У него очень, получается, прекрасные детки. Так, ну... Стоп, роды. Давайте остановимся. Пожалуйста. Вы так просто классно об этом рассказываете, что я уже сам хочу. Вы видите, как они заангажированы, да? Вот видно сразу включенные мужчины, включенные отцы в родительство. Ну да, ну нам же... Ну я сам... Да, мы такие, мы включенные отцы. А ты был на родах у Лисан? Первый или второй раз? Конечно, он был. Я был на родах у Лисан? Да. Конечно был. Нет, нигде не трогал, не видел, вот я все, не находился. На первых родах она меня выгнала, сказала, ты не должен это видеть. Я сказала, почему? Она сказала, ты ко мне не подойдешь никогда. Сказал, ладно, ладно, выхожу. Но он был готов, приди. Был готов, приди хотел. На вторые роды, когда мы приехали, она сказала, ты точно будешь со мной. Я говорю, почему? Ты же меня в прошлый раз выгнал. Она говорит, нам поставят занавеску, как вот такую вот. Ты будешь со мной с этой стороны, а роды будут происходить с той стороны. Все нормально. Я говорю, отлично, все. Когда начались схватки, все, врачи заезжали, она говорит, занавеска, где занавеска? Врач к ней подошел и сказал, ты не в фильме. Она сказала, подожди, он сказал, не бывает занавесок. И я стою, говорю, а мне что делать? Она, как в прошлый раз. Я говорю, я на выход, на выход, на выход. Я на выход. А, да. Ну, то есть, это... А ты был? Я, у меня так получилось, что, когда мы родили второго ребенка, я это пропустил, но нам помогала там одна женщина, ей там, ну, это... Да. И она мне через 30 минут, после того, как родилась Ева, она скидывает мне пять фотографий, говорит, смотри, а это домик, где жила Ева. Прикиньте. А домик, это, типа, не такой, с крышей, типа, знаешь, типа... Вот представьте, вот лечо. Не надо! Лечо. Стой! Нет, подожди, подожди. А почему ты боишься об этом говорить? Какой-то незакрытый гештальт? Этот гештальт просто не открыт был до этого дня. Смотри. Не открывайте этот гештальт. Да, мы женщины, и в нас есть плацента. Да. Да. Я это знаю не понаслышке. Послушайте. Более того. Да, мы мужчины, в нас тоже дети в не таком виде, как они рождаются, но я это никому не присылаю. Подожди, а кто ест плаценту? Это Джессика Альба. Альбу видел? Зачем мне это все? Да, Джессика Альба. Я не хочу это знать, я смотрел нормальные фильмы с ней. И она молодо выглядит, кстати. Да. Так, сейчас короткая реклама, а после этого мы продолжим беседу. По-моему, одна из самых позитивных бесед за последнее время. Регина Тодоренко, оставайтесь с нами. Регин, у тебя самый заразительный смех в мире, мне кажется, поэтому я предлагаю прямо сейчас поиграть. Игра будет очень простая, реквизит я объясню правильно. Давай. О, Боже. О, Боже. Надо будет рожать в этот кувшин. А, опять вода рожать. Рожай в кувшин. Рожай в кувшин. Итак, у нас два стакана воды. Так. А, послужу тебя вот таким образом. А, даже так? Конечно. Сейчас меня будут брить. Вдруг тебя вырвет. Сейчас меня будут брить. Сейчас, подожди. Оп, готово. Тема родовка не отпускает. Можете ли выливать? Давай, я поухаживаю. Можете ли выливать мне? Да. Ну, наверное. Окей. Смотри, как мы делаем. Мы набираем воду в рот. Да. Отворачиваемся. И поворачиваемся. И перед нами на экране будут показаны маски. Мы в кого-то превратимся. Мы с тобой. Да. Надо не заржать. Вот и все. Поехали? Давай. Отворачиваемся. Полный рот воды. Поехали. Это как Регина с сыном смотрит на отца в Самарканде. Боже, у этой женщины должен быть именно такой голос. Окей, все, давай, давай, я хочу вести передачу так. Окей, давайте, следующую. Ой, не могу, у меня болят скулы. Паша Мартиросян реально готовится. Поехали. Еще, да? Боже, боже. Ммм, мм, мм. Ммм. Регина, а посмотри, ради чего ты пять лет делала зубы? В итоге я вообще их не вижу. Двойняшки родились у Шуры. Слушай, мы плавно можем отмучивать кого-то, каких-то бебят. Мы можем заходить в метро и говорить, купите карандаш-плюй. Давай, теперь ты. Ты одна сама. Да. Да я вся плевалась уже. Поехали. Угу. Не знаю. По-моему, мне... Мне... Ну, хорошо. Молодец. Смотри, ничего не поменялось. Это... Это Регина, когда узнала, что будет вести с Родригесом. Больно. Тише. Теперь давайте я попробую. Не надо. Давай оставим меня. Давайте я. Господи. Они же будут говорить, пойдите. Мама, ты плюешься в эфире. Паша, до пластики носа. Ты же хорошо. Такой умный сразу. Я недавно... Добрый вечер, я концертный менеджер Николая Валуева. Я недавно. Какой город вы нас заветите? Нет, я спарринг-партнер Николая Валуева. Подожди. Нет, нет, я не хочу. Давай. Давай. А как? Слушайте, ну вообще симпатичная. Очень милая. Хорошая девочка, да. Сразу видно, что добрая. О. А это что? Это что за маска? Вау. Она то... Она взрослая и маленькая одновременно. Боже, я буду реально так... Я вкачаю себе во все дыры все, что можно вкачать. Вот так она будет выглядеть через два года. Не подсказывай, пожалуйста. Через два года. Давай ты. Давай я. Ой, такой сладкий. Боже, пап. Ты реально был таким? Вау. Какой хорошенький. Это же Роберт один в один, смотрите. Да. Да что вы делаете, то твари? Что вы делаете-то, а? Я тебе скажу так, ничего не поменялось. Да? Да, ты так всегда выглядишь. Я тебя так вижу. Приходите на мой стендап. Слушайте, через 25 лет с тобой это произойдет. 25? 6 месяцев. Мы будем наслаждаться тобой, на самом деле. Мы все равно будем тебя любить таким, какой ты есть. Регина, давай ты. Я? На Регину камеру. Камера на Регину. Давай с водичкой еще. Ну, я похожа на всех блогерш. И на одного блогера. Вы видели эту глотку? Ну-ка, покажи. И это Регина Тодоренко. У нас костяк. Классно. Офигенно. Так, осталось расписаться на статуи и все. Это было великолепно. Спасибо тебе, спасибо, спасибо, родная. Вам спасибо огромное. Спасибо огромное. Я надеюсь, этот эфир будет благопрестольным. Это все будет максимально благопрестольным. И это можно будет показать любимее. Так. Регина Тодоренко. Любой маркер, любое место. Смотрите новую паблику звезд. Ее ведущая Регина Тодоренко у нас была в гостях. Спасибо тебе огромное. Владу, привет. Спасибо. Ра-га-жа-га. С 1 по 7 марта на федеральной территории Сирии в Сочи пройдет, внимание, Всемирный фестиваль молодежи. У меня в гостях российский физик, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, я все это выговорил, Никита Марченков и Люси Чеботина. Спасибо. Всем привет. Здравствуйте. Привет, Алина. Здравствуйте. Илья, Никита, Люся. Здравствуйте, тоже председатель. Ага, привет. Приняките. Да, да, да. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Мне ближе к тебе или Никита ближе к тебе? С вами. Мы, во-первых, вас поздравляем с тем, что вы, как голуби этого фестиваля, прилетели к нам в студию. Будет международный фестиваль молодежи. Да. Всемирный. Всемирный международный фестиваль молодежи. Давайте для начала определимся, что за фестиваль. Рассказывайте, чему он посвящен, что там будет. Никита, вещайте. Ну, это, на самом деле, глобальное событие. Действительно, со всего мира приедут люди. 180 стран, 20 тысяч участников, молодежь. Большая такая недельная тусовка в Сочи, на самом деле. Представители культуры, искусства, спорта, науки, да, вот научное сообщество будет представлено. На самом деле, все это... Ну, Люся может рассказать, зачем это все нужно. Наша задача, как артистов, как раз-таки объединить творческую молодежь, а твоя задача объединить научную молодежь. И показать, что Россия очень крутая и в творчестве, и в науке. Да. Окей, кому будем показывать? Молодежи, которые съедятся на этот фестиваль. Спортсмены же не ездят, а ученые, получается, ездят. Или как? Ну, в данной ситуации, конечно, те, кто, соответственно, захотят приехать. У нас для всех открыт фестиваль, поэтому будет много людей, в том числе и знаковых людей. Тот же самый сербский актер Милош Бикович, например, да? Вот. Слушай, ну мне это нравится. Как бы не было чего-то там закрыто в нашем отношении, мы тут открыты для всех. Не-не, я вот об этом и спрашиваю, да. Типа, если это работает, ну, отлично, вообще супер, в общем. Конечно. Какие гости, какие спикеры, что-нибудь необычненькое? Я знаю, что будет мой любимый Леонид Агутин. Хороший спикер. Да. Я люблю все его лекции. Ваня Дмитриенко. Нет, подожди, задача артистов как раз-таки объединить творческую молодежь. Окей, ладно, давай ты про артистов. Рассказать о культуре нашей страны, о балете, рассказать о джазовой музыке, просветить людей творческих, как правильно стартануть с своим материалом, рассказать, как пишутся песни. Подожди, я тебя перебил, пока получается, что ты Агутин и Дмитриенко. Лисану Тяшеву. Со своим альбомом новым, ага. Нет, подожди, она как раз-таки будет рассказывать о своем. Она про спорте. Никита, ты уедешь на шпагате с фестиваля. Я, честно, надеюсь, что я тоже уеду на шпагате, потому что я очень мечтаю сесть на шпагат. Артисты будут. Кто еще? Роман Костомаров. О, Костомаров. Роберто Карлос, футболист бразильский. Роберто Карлос? Конечно. Это браво, это круто. А ты приедешь? Вы зовете? Да. Ребята, я подвесняю. Это же официальная молодежь, и зачем вы зовете Пашу? Объясните. Илюш, там возраст молодежи движется и движется. По-моему, был 30 лет, да? Теперь до 35 лет молодежь признали, да? Мне кажется, знаешь, дотянут до того, что ты молодежь, 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 и оп, и на пенсию вышел сразу. Какие-то еще, может быть, я слышал Эмир Кустуриц. Режиссер, да, Эмир Кустуриц. Да, 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 подтвердился, да. И я слышал, что Бурак, вот этот вот актер, который с усами красавец турецкий. Так что девочки ждем вас в Эмирном фестивале молодежи. Десятилетие науки в России, вот прям вот в данный момент идет. Будут какие-то научные вопросы обсуждаться? Нейросети, искусственные интеллекты. Сейчас у нас полноценная научная программа, и на самом деле задача показать то, что у нас очень крутая наука, и по основным направлениям... А как показывать? У нас будут выступать, соответственно, наши молодые исследователи, рассказывать, чем они занимаются. На самом деле нам есть многое, о чем мы можем рассказать. Например, ты знал, что каждая пятая лампочка в России горит от атомной энергетики? Да? Да. Каждая пятая? Каждая пятая лампочка в России. Я дома выверну каждую пятую лампочку теперь. Паша, у нас тут только здесь, на нас три атомных реактора работают, смотри. Каждый пятый кусок хлеба в мире сделан из российского зерна. Это результат селекции. Ого! Еще интересный факт тоже про пять, если уж так пошло. За последние 20 лет наши ученые открыли пять новых химических элементов. И человек, который у нас живет в Дубне, Аганисян, один из химических элементов, назван его именем. Более того, из химических элементов можно написать целый адрес, чтобы ему дошло письмо. Там Рутении, Россия, Московия, Московская область, Дубнии, Дубна, Флеровии, это улица Флерово, Аганисон, Аганисян. Представляешь? Из химических элементов. Круто. Круто. Есть информация о том, что с 10 по 17 марта иностранцы проедут по России. Какие города посидят? Вы знаете, что за чудо-трип ждет? Я знаю, что один из трипов проходит через мой родной город Петербург-Камчатский. И я хотела бы безумно побывать на этом трипе. Я знаю, что там еще есть один трип, который как раз-таки проходит через города, которые отстояли храбро во время Второй мировой войны. Города-герои. Города-герои. Да. Вот. Классно. Потом там еще. Один из маршрутов называется «Мы вернулись в Россию». Это Крым, Севастополь, Луганская народная республика. Еще один «Живи и работай в России», там различные промышленные регионы. Россия без границ. Это в основном Дальний Восток, Камчатка. И все это закончится на выставке-форуме в России, на ВДНХ в Москве. Класс. Я бы поехал тоже. А что там будет веселого? Ну, типа, вы рассказываете, достаточно все такое, ну, серьезное, наука, официальное, какое-то такое. Мой концерт, 5 марта. Твой концерт. Да, это будет развлекательная программа. Тут же фишка фестиваля в чем? Чтобы люди из разных областей между собой перемешались, перемиксовались. Я помню, я когда приезжал в «Сириус», у меня был случай лекцию читать молодым математикам, физикам. И там произошел сбой, и ко мне привели группу балерин на лекцию по физике, по рентгеновской физике. Хороший какой, приятный сбой произошел. У тебя райдер такой? Типа того. А сколько было балерин? Ну, человек, наверное, 20 или 30 сидел у девчонок. Да, я пришлось немножко скорректировать выступление, но они очень заинтересовались на самом деле, потом вопросы задавали. Поэтому, действительно, в этом есть и классный эффект, когда все тусуются вместе и взаимообогащаются. А ты бы с кем хотел потусоваться? Вот как ученый-физик? Не, ну, по-любому с футболистами. Я в футбол играю, поэтому 100%, если кто-то будет из футболистов. Знаешь, что Люся тоже, да, вроде футбол неравнодушна, про «Динамо» слышала? Да, я неравнодушна к футболу, но, к сожалению, я не буду преподавать мастер-классы. В этом я тебе не помогу, поэтому тебе профессионалы. А ты, с кем бы захотел пересечься на международном фестивале? На всемирном? Мы, несмотря на то, что с Никитой знакомы буквально незадолго до передачи познакомились в гримерке и пообщались, мне очень понравилось то, что он делает и его вся структура деятельности, которую он занимается. А что ты там делал в гримерке такое интересное? Он рассказывал про новый способ лечения рака. Расскажи. А расскажи, это очень интересно. Откуда ты знаешь? Ты же физик. Да, да, да. Я тоже была удивлена. Мы разрабатываем сейчас методы облучения пациентов, которые позволяют лечить онкологические заболевания, которые невозможно вылечить никакими другими способами. Это тоже твоя специфика, да? Да, если говорить про прикольные форматы, мы в последнее время в науке тоже придумали несколько классных форматов вечерней программы. Наука в барах очень хорошо заходит, когда... Еще бы! А что по поводу прямых уголовок? Ночь научных провалов, например, когда ученые рассказывают о своих фейлах, которые у них были в жизни. Это прям прикольно, да. Круто. Наука в барах, что еще? Научные бои, научный сайн-слэм это называется. Сайн-слэм. Как? По-русски научные бои. Как выглядит формат? Выходит ученый, и за 10 минут его задача рассказать популярно, интересно и смешно о том, чем он занимается. А, типа научный стендап, да? Ну, типа того, да. Каждым же такой бывал. Расщепляешь атом, вот эти вот приколы. Примерно. И в конце по громкости аплодисментов определяется, кто самый крутой слэммер или там боец. А такое будет проходить, кстати, в этот фестиваль? Да, да, будет проходить и в этот фестиваль. Серьезно? А там выступают ученые? Да, там молодежь выступает из разных научных организаций России, за рубежа. Будут рассказывать, слэмить, в общем, да. Ребята, я радуюсь тому, что в нашей стране пройдет всемирный фестиваль. Что молодежь вновь приезжает сюда, как это было во времена Советского Союза. Теперь это происходит в России. Отлично, что такие молодые люди, прекрасные дамы становятся символами этого фестиваля. Если будет возможность, мы заедем обязательно. Мы вам желаем удачи. Никита, Люся, спасибо вам огромное. Спасибо. Давай, Кирилл, давай, ты скорее. Ты, как всегда. Спасибо большое. Спасибо огромное. Эти аплодисменты вам. Спасибо большое. Можно вот сюда? Очень приятно. Пока. Спасибо. Друзья, всем огромное спасибо за этот выпуск. Увидимся с вами на следующей неделе. На сегодня все. Пока! Пока! До свидания! Удачи! Хорошей недели! Хорошей недели! Всем хорошей недели! Увидимся в следующее воскресенье. Давай, ты туда? Я туда. Субтитры сделал DimaTorzok